Эдвард Роберт Мог ли я работать? Нет Иметь отношения с женщиной? Нет На вопрос матери, будет ли он жить, доктор ответил Лучше бы умер, так как он стал растением Эд смеется, я часто теперь говорю Смотрите, овощи объединяются Вопреки всем медицинским прогнозам и ожиданиям Эд окончил Калифорнийский университет Имеет прекрасного сына Ли, 12 лет Занимается карате Активно борется за права человека в инвалидной коляске на родине И за ее пределами С 19 по 29 апреля в Москве Впервые в России проводится семинар по проблемам инвалидов Организованный Всероссийским обществом инвалидов И Всемирным институтом по проблемам инвалидов Президентом которого является Эдвард Робертс Скажите, пожалуйста, Эдвард Что вас привело на этот семинар в Россию? Мы надеемся воплотить в жизнь совместную программу С помощью которой инвалиды России станут полноценными гражданами своей страны Для этого прежде всего надо наладить экономику Подключается к разговору Брюс Куртлес, курирующий воплощение программы в России Бизнес-трудоустройство инвалидов в стране путем дотаций Свою же задачу мы видим в том, чтобы помочь увидеть американскому правительству Проблемы инвалидов в России И внести это отдельным пунктом в программу американского правительства Александр Вадимович, скажите, пожалуйста Вот на ваш взгляд, что должны предпринять представители наших государственных структур Чтобы как можно быстрее решить проблемы инвалидов? Ну, прежде всего вывести экономику страны из кризиса Если мы говорим о решении проблем инвалидов в целом А я думаю, что первое действие, которое сейчас нужно оказать в отношении инвалидов Это оказать помощь их организации Потому что именно общественные организации инвалидов Сейчас стараются дополнить те государственные меры социальной защиты, которые принимают Вы готовы оказать помощь? В принципе, действительно, это одна из основных проблем Потому что общество испытывает большие материальные трудности В связи с тем, что они оказались не очень подготовлены к рыночной экономике У нас есть поручение президента подготовить соответствующий документ Касающийся поддержки общественных организаций инвалидов Над которыми мы сегодня работаем И мы должны в ближайшие дни представить его президенту Я уверена, эти люди выстоят и победят Добьются всего намеченного А мы с вами Давайте повернемся к их проблемам лицом 17 августа, в свою пятую годовщину Всероссийское общество инвалидов устроило большой праздник На Цветном бульваре 2 собрались гости и представители общества инвалидов всей России Кроме большой выставки и концерта, собравшиеся были ознакомлены с приветственными посланиями руководителей страны Включая президента Ельцина, спикера Хасбулатова, генерала Рудского и прочих Приветствия, разные по форме, были схожи в одном Каждый обещал по-своему помочь решить проблемы инвалидов в России А в тот момент, когда представитель Министерства социальной защиты населения Передал обществу чек на 3 миллиона рублей По залу прошел шепот, что правительство Черномырдина Выделяет обществом глухонемых, слепых и инвалидов сумму в 10 миллиардов рублей Поживем, увидим Кроме официальных поздравлений, российское общество чествовали и друзья Удивили, как всегда, американцы В подарок они привезли уникальные танцы в инвалидных колясках Брюс Кертис и Шерлин Кертис, готовясь к празднику, научили своему искусству и своих российских коллег Подводя итоги первых пяти лет общества Председатель правления ВОИ Александр Ломакин выделил два главных завоевания Первое и главное – это люди, члены общества, которых уже насчитывается 1 миллион 400 тысяч Второе – это то, что теперь при написании законов, в частности для инвалидов, для консультации приглашают самих инвалидов Программа «Время местное» присоединяется к поздравлениям и верит Содружество негосударственных телекомпаний представляет программу «Время местное» Сегодня тема программы «Инвалиды» 17 августа исполняется 5 лет Всероссийскому обществу инвалидов Наша организация, в общем-то, образовалась 5 лет назад Началось, я считаю, началось образование по инициативе самих инвалидов Однако, видимо, государственные органы и правильно поняли, что уже эту инициативу не прикрыть, не закрыть И поддержали эту организацию Одна из задач нашей организации в том, чтобы, с одной стороны, изменить мнение общества по отношению к инвалидам Но, с другой стороны, не менее важно, очень важно изменить мнение инвалидов Потому что ведь это не их вина, это их беда То, что их общество приучало к тому, что вот надо быть, тебе дают, и ты только можешь попросить еще что-нибудь Поэтому очень отрадно, что в нашей пятой годовщине Верховный Совет России принял в первом чтении Пока правда, но закон о социальной защите инвалидов Причем принял, на наш взгляд, неплохо С учетом тех замечаний, которые высказывали инвалиды Это вот был, так сказать, ну, я не скажу, что первый, конечно, пример, но один из наиболее ярких, может быть, поскольку касается закона по инвалидам Примеров, когда инвалидов привлекают к подготовке и принятию решений по их проблемам, понимаете? Но кто может быть лучшим экспертом? А как я тебе говорил, что ты? Это не аксессивно Эд Робертс, президент Всемирного Института Инвалидов Американец, 54 года, разведен, имеет сына 15 лет Я такой прекрасный историй Я, как, я был молодец И тогда, как 14 лет, я был поля И я, когда он был поля И я пошел от болей У поля И в пару часов Это было отвратным Я думал, что я хотела умер И каждый раз я узнал, что ли в будущем Я думал, что я буду делать в будущем Я искал, что я не хотел бы быть в инвалиде Образование было дорогой к моей свободе, говорит Эд. Сначала он пытался умереть, отказываясь от еды. В течение пяти лет он находился в полной изоляции. Потом понял, что у него нормальные мозги и стал развивать себя сам. Эд Робертс имеет степень доктора политических наук. Сначала он учился, а потом и преподавал в университете Беркли, Калифорния. Несколько лет назад он оставил преподавательскую деятельность, чтобы стать политиком. И мы начали организовать, и мы начали к этому, как мы называем, что мы называем, что мы называем, что мы называем, что я помогла отчет. Первый центр был в Беркли, Калифорния. И теперь есть 500 со всего мира. И мы можем позволить нам помочь. Мы может потребовать другого типа, но мы можем создать помощи, Продолжение следует... Эд считает, что в каком-то смысле это должно было с ним случиться. Он должен был посвятить свою жизнь помощи другим людям. Но сначала он должен был многому научиться сам. И прежде всего, опять научиться любить себя. На это ушло 10 лет. Я хочу поговорить о том, что мы все еще и 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 все еще. И это то, что это все, что это все, чтобы привлекать людей обратно в общество. Мы боремся за наши правила, и это не важно, если вы в России, или в России, или в США. В этом вопросе все равно, что мы боремся за нашу место в Солнце. Это прекрасный труд, и это дает нам усилий, и в процессе мы будем менять себя. И мы будем менять этот мир. Мы будем менять Россию, и мы будем менять отношения. Мы будем менять Россию, потому что это старые отношения. Они у нас есть our worst enemy. И тогда мы будем менять здания, и мы будем менять транспортацию, чтобы мы можем быть частью этого системы. Потому что, у нас миллионов. Это все, и все, и всего. К тем не менее, 600 миллионов человек. И все drink. И все нужно стоять. И всеòn abrir. каждый день. Праздничная выставка и неофициальные встречи с официальными лицами. Приглашаются все желающие. Сегодня в Дагомыском комплексе начал работу Всероссийский семинар инвалидов. В России единственная национальная организация, защищающая интересы инвалидов, Всероссийское общество инвалидов, насчитывающее 2 миллиона 200 тысяч членов. В нашем городе 10 тысяч инвалидов. Глава администрации Николай Карпов поведал гостям о работе городской службы социальной защиты с этой категории граждан. При всей скудости городского бюджета делается немало. Всемирный институт по проблемам инвалидности США, штат Калифорния, разработал фундаментальную стратегию интегрирования инвалидов в рыночное общество, коим стала теперь и Россия. Это и определило цели и задачи семинара. Люди с физическими недостатками не могут и не должны быть по этой причине людьми второго сорта. Общество обязано эффективно использовать интеллектуальный потенциал инвалидов в новых условиях и помочь им стать вровень с требованиями дня. Программа семинара, разработанная институтом, на это как раз и нацелена. Маркетинг, бизнес-планы плюс компьютерная техника. В общем, новую Россию строим вместе. Семинар посвящен рассмотрению тех проблем, которые помогли бы инвалидному движению организовать свою работу на более высоком уровне, как с точки зрения социальной, так и экономической. Мы работаем с руководителями организации инвалидов в самых различных уровнях и рассматриваем вопросы, как эти люди могут повлиять на улучшение жизни инвалидов, условий жизни, работы, в общем, интеграции в жизни общества. Рассказываем и о вопросах законодательства по проблемам инвалидов в жизни их в этой стране. Сравниваем, как они организованы в России и что можно сделать, чтобы изменить к лучшему ситуацию в вашей стране. Я благодарю за интервью и желаю вашему семинару успешной работы. Probably our time is up. I thank you for the interview. I wish you success. And I hope that the workshop will be fruitful. Thank you. Yes, thank you very much. Thank you.